Итак, друзья, что нас ждет в Windows 11? Что нас ждет? В приложении фотографий для Windows 11 появится обновленный редактор. То есть будем не только смотреть фотографии, но и редактировать изображение. Это очень хорошо. Несколько дней назад Microsoft выпустил обновление для приложения фотографий Windows 11, вместе с которым пользователям стал доступен существенно переработанный фоторедактор. Упомянутые обновления могут загрузить пользователи стабильных версий Windows 11, используя для этого Microsoft Store. Круто. На момент анонса обновленного приложения фотографий для Windows 11 его возможности в плане редактирования изображений фактически совпали с версией программного продукта для Windows 10. Теперь же Microsoft внедряет в значительной степени переработанный пользовательский интерфейс, имеющий ряд нововведений в плане доступных функций. Заметить нововведения можно сразу после нажатия «Изменить изображение», например, инструмент А3 «Обрезки» теперь отображается под изображением, а не сбоку от него. Это колоссальное изменение! Как это было прежде. Кроме того, отразить снимок теперь можно не только по горизонтали, но и по вертикали. Тоже феноменально! Инструмент кадрирования также был улучшен. Теперь он сразу позволяет выбрать альбомную или портретную ориентацию на этапе указания соотношения сторон. В процессе выбора области кадрирования пользователь теперь может видеть, какого разрешения будет изображение после применения изменений. При редактировании картинок с прозрачным фоном пользователи будут видеть стандартный клетчатый фон. Все элементы вкладки «Коррекция» теперь вынесены на обыкоп. Друзья, вот это очень круто, кстати! Вот это наконец-то! Нормально! Очень классная функция вообще! Это означает, что пользователю больше не нужно взаимодействовать в дополнительном меню, чтобы получить доступ к некоторым инструментам коррекции. Появились дополнительные фильтры, но при этом из приложения исчез инструмент точечного исправления и устранения эффекта красных глаз. Вот это печально! Возможно, в дальнейшем Microsoft устранит этот недочет. Друзья, ну что ж, вот так выглядит, и я вам скажу, неплохо. Неплохо, значит, и выглядит очень даже. Инструмент рисования на изображениях теперь находится во вкладке «Разметка». Раньше рисование являлось отдельным режимом, и пользователю требовалось сначала сохранить раненесенные изменения, чтобы приступить к рисованию. А теперь же дорисовать что-либо на изображении будет проще. Ох! Ну что ж, друзья, неплохо, мне очень неплохо. И выглядит, и так далее. Все очень неплохо. Ну что ж, установим, посмотрим. Пока просто новость, ссылка на нее будет в описании. Всего доброго, все пока, до свидания.